Лойтс исключил суда крупнейшего перевозчика российской нефти, в Индию из регистра. Лойтс Реджистер сообщил, индийской компании Гатик Шип Менеджмент, которая стала крупным перевозчиком российской нефти, после войны против Украины, о том что с 3 июня, она отзовет сертификацию 21 судна. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters. Ранее компания Гатик, также была вынуждена найти новые флаги, для 36 своих судов после того как они были дефлагированы, Международным реестром судов Сент-Китс и Невис Лойтс Реджистер стремится содействовать, соблюдению санкционных правил в отношении торговли, российской нефтью, говорится в электронном письме. Если это подтверждается доказательствами, мы отказываемся от класса и услуг любых судов, которые, по мнению соответствующих властей, нарушают международные санкции. Классификационные общества, такие как Лойтс Реджистер в Лондоне, предоставляют услуги, включая проверку мореходных качеств, сертификацию, необходимую для обеспечения страховки и входа в порты. Однако Лойтс Реджистер заявил, что 11 судов Гатик, которые он обнародовал, также были сертифицированы индийским регистром судоходства «Иркласс». Крупная американская страховая компания «Американ Клаб», также сообщила агентству Рейтерс, что больше не предоставляет страховку для судов Гатик, а российская страховая компания «Инга Страх» заявила, что не будет работать с Гатик в будущем. Ни страховщики, ни Лойтс Реджистер, ни реестр флагов не объяснили, почему именно они прекратили сотрудничество с Гатик. Нарушения и ограничения. В ответ на вторжение России в Украину западные страны ввели потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. В то время как страны, не входящие в ЕС, могут импортировать российскую нефть морским путем, западным судовладельцам и страховщикам запрещено обрабатывать такие грузы, если они не продаются по этой цене или ниже. В прошлом месяце спотовые цены на российскую нефть поднялись выше 60 долларов за баррель, и некоторые руководители страховых компаний заявили, что нервничают из-за нарушения правил, поскольку не могут самостоятельно отслеживать стоимость грузов. Индия не признает санкции, наложенные на Россию, и быстро стала крупнейшим покупателем морской нефти из России. Усилия Запада по сокращению доходов, которые Россия получает от своих энергетических ресурсов, оказывают разрушительное воздействие, равно как и санкции Запада, в отношении экспорта нефти из других стран, таких как Иран и Венесуэла. Но непрозрачность и ограниченный надзор за судоходным сектором означает, что многие суда с грузами из стран, на которые распространяются санкции, продолжают ходить, находя новые флаги и незападные регистры или страховщиков, что вызывает опасения по поводу безопасности и ответственности. Каждое судно требует документов, включая реестр флагов. Суда обычно имеют страховку защиты и возмещение убытков, ПЭМП-1, которая покрывает претензии ответственности, включая ущерб окружающей среде и травмы. Отдельные правила в отношении корпуса и механизмов, защищают суда от физических повреждений. В то время как Лойтс Реджистер отказывается, от классификации 21 судна Гатик, по крайней мере 28 из них были зарегистрированы, как сертифицированные индийским регистром судоходства, согласно веб-сайту Иркласс. Страховка утеряна. В этом году, компания Гатик, стала ведущим перевозчиком российской нефти в Индию, используя флот танкеров, который насчитывает, более 40 единиц Американ Клаб, одна из 12 крупнейших в мире страховых компаний, которые в совокупности покрывают, около 90% тоннажа Мирового океана, заявила, что ранее покрывало большинство судов Гатик, но с начала апреля больше не покрывает их, отказавшись объяснить почему. Инго Страх, крупный российский страховщик, занимающийся страхованием судов, но не входящий в ТОП-12, сообщил агентству Reuters в этом месяце, что его страховое покрытие для танкера Прометей, компании Гатик и Стекло в апреле не было продлено. Инго Страх заявил, что ему пришлось отклонить некоторые запросы на страхование, которые он получил от Гатик, из-за рисков, выявленных в рамках нашей процедуры проверки негативных отзывов в СМИ, сославшись на негативное освещение в СМИ, но не вдаваясь в подробности. Мы также можем подтвердить, что не планируем работать с Гатик в будущем, заявила частная российская страховая компания, в ответ на запрос Reuters Reuters не смог установить, работают ли в настоящее время какие-либо суда Гатик, без необходимых документов. Согласно данным о прибытии танкеров и расчетам Reuters, Индия импортировала 2,76 миллиона тонн российской нефти на судах, управляемых Гатик, за первые 4 месяца 2023 года, или 10% от общего импорта из России. По данным Refinitiv, около 1,36 миллиона тонн российской нефти было предназначено для доставки в Индию, в мае и июне танкерами, связанными с Гатик. В апреле Международный реестр судов Сент-Китс и Невис сообщил агентству Reuters, что снимает свой флаг с 36 судов Гатик. «Это давняя политика реестра. Когда нас предупреждают о нарушениях наших высоких стандартов судами, плавающими под нашим флагом, мы всегда расследуем это и принимаем соответствующие меры», — заявили в реестре, «отказавшись предоставить дальнейшие подробности». Согласно данным, морской платформы Lloyd's List Intelligence, Гатик направил в Габон 15 судов, по сравнению с 9 в начале апреля, до того как Сент-Китс и Невис, начал снимать свой флаг с судов компании. Напомним, российская нефть, продолжает поступать в страны Европейского Союза, несмотря на эмбарго, в качестве нефтепродуктов из третьих стран, особенно Индии. На западном побережье Индии расположено несколько НПЗ, в том числе крупнейшей в мире. Там российскую нефть перерабатывают в бензин, и дизельное топливо, которые затем идут в ЕС. По данным компании КПЛЭР, в апреле Индия поставила в ЕС больше топлива, чем, когда-либо до этого, обойдя Саудовскую Аравию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.